Ну вот вы сейчас сказали, что именно в этом году вам все-таки нашли средства, вам выделили для того, чтобы вы выехали. Сейчас все спортсмены приезжают и говорят, толдыщат одно и то же, что у нас нету залов, у нас невозможно, у нас нету финансирования, у нас нету спонсоров. Как думаете, почему все-таки в Украине на таком низком уровне спорт? Да, мы вас очень любим, наших спортсменов, мы уважаем, и мы всегда готовы помогать. Вот с точки зрения журналистов это рассказывать, но почему-то наши чиновники, наши министры, они не готовы выделять такие деньги, при том, что они приезжают в Рио, вместе с вами болеют за вас, переживают, но обратно возвращаются и все на том же уровне и стоит. Почему такое финансирование в Украине? Ну, в первую очередь, это надо у них спрашивать, у нас только мнение по этому поводу, потому что мы видим это все изнутри, как спортсмены. На самом деле это очень печально, потому что после этой Олимпиады, к сожалению, будет больше утек спортсменов, и это очень плохо. Осуждать их за что-то, да, невозможно. Поэтому я не могу сказать, что в Украине всегда были условия для тренировок. Нет. Вообще, да, то есть сказать, что там независимость, за время независимости Украины были хорошие условия для тренировок. Не было такого никогда. Но сейчас больше на это начали обращать внимание, потому что очень мало медалей. Потому что на самом деле, да, за вот эти два года то, что... Ну, во-первых, давайте обратим внимание на то, что мы живем в какое время, да, для нашей страны. У нас кризис, и хочешь не хочешь, это также и на спортсменов. То есть морально и физически это как бы накладывается. И, понятно, и финансирование, и как бы спорт во всем мире продвигается, идет дальше. Там все усовершенствуется, но в Украине он стоит на месте. Вот даже вот за последние два года фехтование, само фехтование изменилось. И подготовка изменилась. Все стали, ну, то есть больше уделять внимание на именно целеустремленные физические данные, на физическую подготовку. И вот когда спортсмен, в принципе, в хороших условиях, ему легче тренироваться, моральней. У нас как бы такого нету, но мы такие закаленные, что, не знаю, мне кажется, нам в амбаре посели эту дорожку. Я надеюсь, такого не будет, я надеюсь, что скидает, такого не найдет, не дойдет, но все равно. То есть мы тренировались в любых условиях, и это очень печально. Но вот это, вот эти вот медали, это плод того, что мы, насколько мы сильные на самом деле. Потому что если бы у нас были хорошие условия, просто там, допустим, как в Европе, потому что там есть Европа за границей, у нас бы были бы сейчас золотые медали, это в любом случае. Но мы будем радоваться тому, что есть, потому что у нас нет выбора. Спасибо вам. Да, спасибо. Ну, это спасибо тренерам, спасибо всем остальным, кто с нами работает. Но мы просто выживаем, понимаете? Потому что на самом деле, да, это нужно спрашивать у чиновников, у министров и всего почему так. Не у нас, не у спортсменов. Вот у меня много кто спрашивает, почему вот, вот почему. Ну, понятно, вы ни в чем не виноваты. Да, понятно, это просто мнение и там смотреть, где тренируется Верняев, например, смотреть, где тренируется Резаддинова, там потолки низкие, то есть смотреть, где тренируюсь я, например, и моя команда, которые там школа там в Николаеве никак не могут достроить уже. Вот, и там зал достроить, ну, то есть в Киеве у нас нет зала, который в Кончезаспе элементарно олимпийская база, олимпийского вида спорта, который один из успешных в Украине, нету зала. Мы ходим по игровым залам, по дзюдо залам, то есть это, честно, стыдно. Вот, и из-за этого, слава богу, что вот так, слава богу, что у нас есть серебряная медаль, и вот мы на самом деле сильные, вот, потому что некоторые спортсмены, да, и у нас, почему у нас очень много четвертых мест, пятых мест, ну, что не хватает чуть-чуть, вот, вот чуть-чуть не хватает. Вот, может, какой-то моральной поддержки, и, конечно, и физической поддержки, и материальной поддержки всегда, ну, то есть вообще спортсмена, в принципе, нужно мотивировать. Субтитры сделал DimaTorzok